Восемь вечера, закат на Азовском море. Пересыпь. В этом году в Азовском море мы еще не купались. И открывать сезон на Азовском море мы сегодня не будем. Ставим для следующих, пока море еще не прогреется. Видно, что оно такое, какое-то прохладное. И от него сейчас прям такой бриз очень-очень свежий дует. Да мы и не готовы, собственно. У нас ни купальников, ничего деться будет. Просто решили заехать, подышать к морю и вообще посмотреть, полюбоваться закатом. Людей очень мало, крайне мало. Если бы я была в шлепках или в чем-то подобном, а не в босоножке, я бы подошла к морю и его потрогала. Но боюсь, если я подойду, меня просто море замочит все. Так-то, конечно, интересно. Носовой страх и риск. Надо еще чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, теплое. Нет, нормальное море. Ну, градуса, наверное, 22. Вообще официально передают 20 у нас здесь. А в Ейске 24. Самая прекрасная как будто пенка волны. Но пока я своим термометром не померяю эту температуру, пока я сама не покупаюсь, я не верю цифрам. Но так вполне себе неплохо. А знаете, почему море сейчас кажется теплым? Потому что температура воздуха вечером не такая высокая. И поэтому кажется, что море прогрелось. А сколько прогрелось, не ручаясь. Ну, вот официальные данные. Даже на какой сегодня? С 5 июня. На 5 июня. 20 градусов. Узовское море. Ченюкский район. Воздух, конечно, прям очень-очень-очень свежий и очень приятный. Кстати, кому интересно, то уже очень много вдоль всего Азовского моря в кемпингах приехало людей. Причем, ну, прям достаточно-достаточно. Видимо, все проездом в Крым. Напишите, кстати, в комментариях, кто в ближайшее время собирается ехать отдыхать на море. Куда? Будет интересно почитать. Как всегда, в Пересыпь, Пересыпь заехали со стороны Рублевки. Пологий заход к морю. Очень удобно. Не приходится ходить по лестницам и берегам, которые осыпаются. Поэтому любимое место в Пересыпи здесь. Люди на берегу даже шашлыки жарят. Вот так вот. Как вам закат? Напишите в комментарии. И пока я тут ходила, уже солнце всело. Достаточно быстро. Прекрасные прогулочки около моря. Ничего не скажешь. Даже просто на 5 минут заехать и то в душу отвезти. И пока сезон открыт только на Таманском заливе. Собственно, где температура воды была плюс 29-30 градусов у берега. Ладно, на глубине плюс 27. Купаться в холодном Азовском море пока не хочется. Поэтому ждем, ждем, ждем. И уже прогреется. Поедем. Откроем сезон. Просто всему свое время. Потому что понятно, когда жара идет у нас в тени плюс 32 каждый день. Ты невольно задумываешься, а почему бы мне не поехать на море, не охладиться. Это хорошая идея, которую нужно реализовать. Но медуз, кстати говоря, пока я не вижу. Собственно, как и запаха, никакого нету от медуз. Ну, знаете, обычно в начале лета их и не бывает. Почему-то вот со второй половины лета уже начинается много появляться медуз. Как я говорю, нашествие медуз. Сейчас его нет. Но и не каждый, извините, лезет в воду. Вот сейчас мы здесь находимся, да. И буквально вот один человек купается, вторая девушка пытается зайти в воду. Люди даже просто выходят к морю вечером выгулить собаку. Тоже такая хорошая прогулочка, я считаю. Ну и морская рыбалка, конечно, как без нее. Это вообще красота. Красота. Я надеюсь, что вам понравилось мое такое небольшое включение в побережье Азовского моря. Для меня неожиданное, потому что мы даже не планировали сюда заезжать, но думаем, ладно, давайте-ка на 10 минут заедем. Почему нет? Вот, заехали. Не зря, не зря, не зря. Хорошее настроение перед сном. Хотя я еще не скоро лягу, конечно, но получили. И будем считать, что это вечерняя прогулка вдоль моря перед сном. За что, конечно, нравится Пересыпь, что широкие пляжи и пустые. Это ведь прекрасно, когда нет столько отдыхающих, как в той же Анапе, когда люди просто друг на друге стоят или в море заходят и трутся об спины друг друга. Здесь, пожалуйста, свобода, просто лежи, стой, плавай, где хочешь. Ну, разве не мечта вот так вот просто пройтись вечерком по берегу без тапочков, без тапочек и подышать. Гостиниц, конечно, здесь много. И новые все строятся, строятся. Каждым годом все больше и больше. Так что, если вам понравилось это видео, не забывайте писать комментарии. Это сейчас очень важно. Для блогеров нужна поддержка. Так что все в ваших руках. Пишите как можно больше комментариев. Подписывайтесь на канал, если вы смотрите без подписки. Как так, можно пропускать новые видео. Подписывайтесь, не пропускайте. И мы с вами увидимся в следующих роликах. Так что, пока! Кстати, кому-то, может быть, будет интересно. Ну, вот в пересыпи в самом центре открылась пятерочка. Это причем пятерочка, где можно купить кофе и выпечку, свежий хлеб. И магазин очень пользуется спросом. Так что вот. Можно даже проездом заехать в магазин и что-то купить.